Здравствуйте, уважаемые телезрители! С воскресным днём, дорогие братья и сёстры! На предыдущей неделе в среду, 25 марта, православная церковь совершала память замечательного подвижника, пламенного духовного лидера своей эпохи, который жил на рубеже первых двух тысячелетий истории церкви, преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобный Симеон – это один из величайших мистиков в истории церкви и один из наиболее известных воспевателей таинственного, мистического единства человека с Богом, которое должно стать венцом жизни для каждого истинного христианина. И сегодня в нашем выпуске мы поговорим о роли подобных харизматических духовных вождей в жизни церкви, каким был преподобный Симеон Новый Богослов. Гость нашего сегодняшнего выпуска – ключерка Федерального собора города Кировограда, протеерей Владимир Кашлюк. Добрый вечер, дорогие друзья! В среду 25 марта Православная Церковь воспоминала память преподобного Симеона, удивительного монаха, жившего в X веке, которого церковь прославила таким редким наименованием Новым Богословом. Сразу хочу отметить, что церковное наименование богослов в Древней Церкви обозначало не профессора теологии, а прежде всего человека-подвижника, который глубоко размышлял о тайне Святой Троицы и пребывал в непрестанном Богообщении. Христианская патристика, то есть церковная наука, изучающая богословские воззрения Святых Отцов Церкви, выделяет только трёх святых, которые именуются богословами. Это апостол-евангелист Иоанн, святитель Григорий Назианзин, архиепископ Константинопольский, и преподобный Симеон, о котором сегодня посвящён наш эфир. Жизнь преподобного Симеона, она всецело связана с аскетическим подвигом, который заключался в непрестанном стремлении достигнуть совершенного человеческого опыта Богообщения. Этот совершенно новый опыт основательно восполнил древнюю традицию иссихазма, то есть такой особой мистической практики, где исключалась всякая мечтательность и экзальтация, и совершалось внутреннее созерцание духовного мира. Богословие иссихазма — это учение о том, каким образом совершается обожжение, то есть соединение человека с Богом. И вот преподобный Симеон убедительно раскрывает, что только через приобщение человека к Божественной благодати, которая ощущается нами в момент сконцентрированной молитвы, открывается у нас метафизическая возможность Бога созерцания. То есть это способность видеть в нашей жизни проявление Божественной энергии, подобно тому, как в полной реальности видели святые апостолы божественное преображение Христа Спасителя. Именно в этом практически испытанном духовном опыте Богообщения и заключается, дорогие телезрители, новизна христианского богословия. И вот, вспоминая молитвенный подвиг преподобного Симеона, я думаю, что сегодня актуально поразмышлять о том, что такое вообще христианское богословие и для чего оно необходимо в нашей жизни. Начиная с эпохи Вселенских Соборов, богословие приобретает новую модель, модель концептуальности церковного учения, которая посредством христианской терминологии ограждает веру и церковь от разного рода ересей и жеучений. Вот об этом очень важно знать каждому верующему человеку, потому что именно на богословии формируется подлинная религиозная жизнь христианина. Потому что если верующий человек не ориентируется на богословие церкви, то главной доминантой духовной жизни будет не всемогущий Бог, а просто церковный обряд, который чаще всего формирует непонимание динамики соотношения вечного, абсолютного и временного, относительного. И сегодня, размышляя о соотношении между божественным и человеческим основанием церкви, я хочу сказать в первую очередь о расстановке религиозных приоритетов. Вот важно помнить, что первичным для христианина является жизнь в свете воскресения Христова и евангельского откровения. Вторичным же остаются традиции, обряды, вычетка абсолютно всех молитв, эстетика, язык, календарный вопрос и так далее и тому подобное. Я хочу подчеркнуть, что всякая попытка абсолютизировать вторичное становится источником духовных катастроф в обществе христианской церкви, потому что допускается профанация религиозной жизни. Дело в том, что в результате непонимания временного относительного в сердцах людей чаще всего рождается ненависть, вражда, озлобленность, разделение. И все это не только вытесняет дух божественной любви, но приводит к отступлению от богословского разума церкви и лишает света христианского вероучения. И как следствие, движущей силой в религиозной жизни таких людей выступают псевдо-христианские источники, где, например, об антихристе говорится больше, нежели о Христе Спасителе, где вместо спасения в Христовой Церкви утверждается спасение только через монархию, где главной проповеди становится не радость во Святом Духе, а страх перед кредитными карточками, штрих-кодами, документами, компьютерами, смело утверждая то, что это признаки последних времен и поэтому истина уже упразднилась, а значит, не нужно посещать храмы, принимать таинства, потому что благодать как бы не действует на того, кто связан с научно-техническим прогрессом. Вот это действительно катастрофа в современной религиозной жизни. Ведь важно понять, что апеллируя такой псевдо-христианской литературой совершается не борьба за чистоту православия, а просто как бы удовлетворение своих амбиций, которое зарождается на фоне низкого уровня богословского образования и чаще всего на платформе невежества. Самое страшное, дорогие телезрители, что это антихристианское движение уничтожает славу Христовой Евангелии, отвергает благодать Святого Духа, которое наполняет и утверждает церковную институцию и подвергает сомнению слова Христа Спасителя о вечном его пребывании в церкви, где врата ада не одолеют ее вовек. И вот сегодня богочеловеческому телу, телу Христову, приходится переносить инфекционные заболевания, принесенные в жизнь церкви теми, кто не живет подлинным христианским богословием. Поэтому мы, как верующие христиане, желающие жить по-православному в современном мире, должны внимать исключительно учению церкви, которое мы находим в определениях вселенских и поместных соборов. По тем или иным духовным проблемам нашей жизни главным ориентиром должно быть не предание старцев, не сомнительные брошюрки и листовки по благословению святых гор или вообще без благословения, а прежде всего священное писание и то предание, которое раскрывает нам святоотеческое учение церкви. По словам профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова, лучшая защита — это богословский интеллект, просвещенный христианской историей и преданностью церковной традиции. Чем больше человек осведомлен в области христианской истории и богословия и имеет богословскую интуицию, тем сложнее навязать ему ненужную вредную информацию. Он будет защищаться, отвергать то, что не соответствует духовным устоям православия. Таким образом, размышляя сегодня о великом духовном наследии преподобного Семена Нового Богослова, мы, дорогие телезрители, призваны, особенно сейчас в период Великого Поста, духовно и интеллектуально потрудиться над собой, для того, чтобы богословский опыт и святоотеческое наследие Церкви стало для нас фундаментом религиозной жизни, где бы совершалось наше духовное богосозерцание, а значит и формировалось наше спасение. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Святые Отцы и Учителя Церкви С самых ранних времен существования Церкви великим авторитетом в ней пользовались люди, имевшие дар от Бога разъяснять верующим богооткровенные христианские истины. Глубоко и сложно христианское учение. Оно во многом касается предметов трудно постигаемых человеческим разумом. Тайны триединого бытия Божия, Богочеловечества Иисуса Христа, искупительного смысла крестной смерти Спасителя. Именно спасение человеческого рода было главным делом Христа, но его можно назвать и величайшим учителем человечества. Евангелие свидетельствует о том, что Христос постоянно проповедовал и учил людей. Он учил в Горилейской синагоге, в Иерусалимском храме, в домах, на улицах, в пустынях. Спаситель постепенно открывал людям божественные истины, как постепенно приучают живущих во тьме к свету. Перед Вознесением Господь заповедал Своим избранным ученикам продолжить Его дело. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея Я с вами во все дни до скончания века. А через несколько дней на апостолов сошел Дух Святой, который наставил их на всякую истину. С тех пор на земле звучит живоносная евангельская проповедь. Вот почему апостол Павел среди благодатных даров Святого Духа наряду с даром пророчества и чудотворения упоминает дар учительства. Продолжатели дела святых апостолов, учителя Церкви, наученные Духом Святым, наставляют людей в спасительных христианских истинах. Православная Церковь с благоговением хранит их имена и почитает их память, именуя Святыми Отцами и Учителями Церкви. По слову Климента Александрийского слова суть порождения души, поэтому мы называем тех, кто наставляет нас Отцами. Это наименование получили те, кто по мнению Церкви не уклонился в своем учении от Божественной истины, кто всю свою жизнь стремился оградить Божественную правду от заблуждений и ересей. Самыми известными Учителями Церкви, кого по праву именуют Вселенскими Учителями, являются три святителя, жившие в IV веке. Это святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Святители Василий Великий и Григорий Богослов прославились тем, что смогли раскрыть, насколько это возможно, христианское учение о бытии Пресвятой Троицы. Именно они ввели в богословский лексикон греческий термин «ипостась». С его помощью они смогли выразить тайну единой природы Божией и различия ипостасей Отца, Сына и Святого Духа. Святитель Григорий Богослов, будучи поэтом, иногда излагал божественные истины прекрасным поэтическим языком, добиваясь совершенства формы и содержания. Святитель Иоанн за дар красноречия, прозванный Златоустом, был непревзойденным проповедником и толкователем Священного Писания. Его проповеди, ясные и искренние, на века стяжали ему любовь христиан. Среди других великих церковных учителей, также живший в четвертом веке святитель Афанасий Великий, защитник православия от арианской ереси. Это лжеучение стало великим испытанием для церкви. Арий ставил под сомнение божественную достоинство Иисуса Христа и его равенство Богу Отцу. Прославился в борьбе с еретиками и преподобный Максим Исповедник, простой монах, отец церкви седьмого века. Он боролся с монофилитством, ложным учением, отрицавшим присутствие в Богочеловеке Иисусе Христе человеческой воли. Еще одним замечательным учителем церкви является преподобный Иоанн Дамаскин, живший в седьмом-восьмом веке на Ближнем Востоке. Он известен как пламенный защитник иконопочитания и обличитель иконоборческой ереси. Святые отцы и учителя церкви до сих пор остаются для всех верующих духовными наставниками. Примером своей святой жизни они помогают нам уразуметь богооткровенные истины и стать ближе к Богу. В качестве учителей церкви почитается также ряд церковных писателей, живших, как правило, в первые века христианства. Тертулиан, Ориген, Климент Александрийский, Блаженный Августин. Их творения по большей части были посвящены полемике с язычниками и порой содержали мнения впоследствии непринятые церквью. Тем не менее, все они внесли заметный вклад в развитие христианского богословия. Отец Андрей, скажите, пожалуйста, каким образом соотносилась в истории церкви активность харизматичных духовных лидеров, таких, каким был преподобный Симеон Новый Богослов, с деятельностью представителей церковной иерархии и администрации? Не было ли у них конфликта из-за разного понимания роли мистики в духовной жизни человека? Этот конфликт на самом деле весьма надуман. Эти две разные формы служения в церкви всегда создавали разумный баланс и противовес друг для друга, который не позволял церкви уклониться лишь в одну сторону, в ущерб другой. Например, такой известный мистик и харизматический авторитет, как вспоминаемый нами сегодня преподобный Симеон Новый Богослов, абсолютно однозначно высказывался о необходимости церковной иерархии. Он неоднократно приводит мысль о том, что вне апостольского преемства нет истинной церкви, а следовательно нет и спасения. К примеру, в своем третьем послании он пишет, цитата, «Никто не приходит к вере во святую единосущную троицу, если не будет учителем научен вере, и никто не крестится без священника и не становится сам собою, причастником божественных тайн, а кто не становится причастником их, тот никогда не достигнет вечной жизни». Поэтому мы видим, что выдающийся мистик, преподобный Симеон, который сам своим опытом переживал богообщение, с полным почтением относился к иерархическому принципу в церкви. Кроме того, по мнению известного историка церкви, отца Иоанна Мейендорфа, церковь всегда мыслила себя как евхаристическую общину, то есть общину это собрание верующих во Христа людей, которые собираются не просто так помолиться Богу, а вокруг евхаристической чаши для причастия. И именно понимание вот этого факта подразумевало необходимость как церковной дисциплины, поддерживаемой церковной иерархией, так и харизматического вдохновения, воспринимаемого и самой охваченной им личностью, и всей общины, которая через это назидается и обретает духовный опыт. Также в связи с прозвучавшим вопросом важно отметить, что упоминаемый нами парадокс имеет своей причиной и то, что византийское православное христианство никогда не воспринимало и так и не восприняло западного авторитарного понятия о церкви как о жесткой иерархической структуре, вертикали, которая сложилась в римокатоличестве в средние века. Православие всегда допускало большую свободу личности и большую возможность для выражения своего личного духовного опыта для каждого мистически облагодатствованного члена церкви. Вот как подводит итог данной темы в одной из своих книг, упоминаемый нами сегодня отец Иоанн Мейендорф. Цитата «Иногда в правовосточном христианстве возникала некоторая поляризация между мистиками и богословами, но эта поляризация никогда не превращалась в полное взаимоотрицание. По той же причине церковный авторитет епископов и соборов в области определения истины не исключает возможности того, что истина может открыться любому верующему человеку». Поэтому сама проблема между мистически одаренными духовными лидерами харизматами и между церковной условно выражаясь администрацией надумана, искусственно создана и никогда не создавала какого-либо хоть сколь-нибудь серьезного конфликта внутри церкви. Благодарю вас за ответ и вот еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как преподобный Симеон Новый Богослов относился к священному писанию? Часто ли он цитирует Библию на страницах своих произведений? В полном соответствии с целостной многовековой православной традицией преподобный Симеон Новый Богослов с глубочайшим уважением относился к священному писанию. В одном из своих произведений он пишет, цитата, «Ничто другое так не полезно для души, избравшей своим занятием размышлять о законе Господнем день и ночь, как исследование писаний, ибо в них сокрыто разумение духа благодати». Исследователи наследия преподобного Симеона насчитали в его творениях 1036 ссылок на Ветхий Завет и 3764 на Новый Завет. Чаще всего преподобный Симеон цитирует Библию не с буквальной точностью, а скорее пересказывает или перефразирует ее. Это объясняется той широко известной и очень распространенной в то время практикой, согласно которой монахи не обладали рукописями священных текстов, а воспринимая их на слух во время длительных богослужений, заучивали библейские тексты наизусть. Более всего, по вполне понятным причинам, преподобный Симеон ссылается на Евангелие, ибо по его мнению, через эти тексты с читающим их человеком таинственным образом говорит сам Господь. Также преподобный Симеон очень любил послания апостола Иоанна Богослова, так как именно в его посланиях присутствуют любимые темы Симеона, такие как видение Бога, Бог как свет и Бог как любовь. Преподобный Никита Стефат, описатель жития преподобного Симеона, свидетельствует о том, что сам Симеон всегда особенно подчеркивал, что изучение Писания ни в коем случае не должно быть лишь теоретическим, но всегда должно сопровождаться исполнением прочитанного. Как пишет сам Симеон, во время чтения Библии необходимо цитата «вглядываться в себя, рассматривая и изучая свою душу, как в зеркале». То есть по преподобному Симеону Библия это послание, адресованное каждому читателю персонально. Она не из тех книг, которые читают только лишь для того, чтобы потом блеснуть эрудицией перед окружающими людьми. Толкуя призыв Спасителя из Евангелия от Иоанна, 5 главы 39 стиха, где Христос говорит «исследуйте Писание», преподобный Симеон со своей стороны добавляет цитата «Исследуйте, но не любопытствуйте о многом. Исследуйте Писание, но не устраивайте споров по поводу внешнего содержания Писаний. Исследуйте Писание, чтобы научиться относительно веры, надежды и любви». Конец цитаты. Кроме того, преподобный Симеон Новый Богослов, говоря о правильном понимании Библии, сравнивает его с запертым сундуком, открыть который человеческий ум сам по себе не в силах. Для открытия этого сундука есть два ключа – исполнение заповедей и божественная благодать. Первое – во власти человека, второе – во власти Бога. И только в результате такого сотрудничества, соработничества человека с Богом каждый может постигнуть истинный смысл священных текстов. Таким образом, тайна Писания, согласно учению преподобного Симеона Нового Богослова, открывается только тому, кто пытается осуществить написанное в Библии на практике, в своей повседневной жизни, и кто при этом за свое усердие получил божественное откровение свыше. Именно благодаря таким харизматичным духовным вождям, как преподобный Симеон Новый Богослов, православие, в отличие от католичества, не превратилось в сухую схоластическую науку, на основании которой можно делать строго логические выводы, и рациональное построение. Как мы выяснили в ходе нашей сегодняшней передачи, в православном христианстве мистическое созерцание Бога и иерархическая церковная структура всегда были в тесном, природном и естественном взаимодействии друг с другом. Во все времена в православии были выдающиеся харизматичные лидеры, которые вдохновляли своим дерзновением и полетом своей мысли многочисленных своих последователей. Но во все времена также существовала четко выраженная иерархическая структура церкви. Три уровня духовенства епископства, священства и диаконства, главная роль которая заключалась в преподаче церковных таинств верующим и в поддержании исторического странствования церкви по бушующему морю жизни. Всего вам доброго, дорогие друзья! До новых встреч в эфире, уважаемые телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова